«Сначала я решила, что это ошибка, что она сделала ошибку. Её отпустят домой. Мы думали, что это просто недоразумение. Она не намеревалась привозить наркотические вещества в Израиль. Она не намеревалась везти их в своём рюкзаке. Это было в багажном отсеке. Собака унюхала это в процессе перегрузки багажа из одного самолёта в другой. И действительно, вначале мы испугались. Но мы думали, что всё прояснится. Наама находилась в зоне ожидания 14 часов. И все эти часы, мы думали, что ей вернут её паспорт и скажут «Езжайте домой, а вещество останется здесь». Переводчица не перевела приговор, запуталась. И Наама сама поняла то, что сказал судья, то, что я не поняла. Она посмотрела на меня в шоке и сказала «Мама, семь с половиной лет». Условия некомфортные. У неё нет условий, как у других заключённых. Она не может писать письма, так как это должно быть на русском языке. Она не получает права на звонки, как другие заключённые. Я спросила у неё, смогу ли я передать ей торт. Она сказала, что нет. Нельзя передавать торты с кремом. Я купила ей печенье и шоколад. Она чувствует себя обессиленной, усталой. Она хочет вернуться домой в Израиль. И у неё больше нет сил. Она сказала мне, что это очень растрогало меня. Тот факт, что президент Израиля обратился к президенту России Путину. Но премьер-министр Нетаньяху был со мной на связи. Министр юстиции, который и должен подписать решение об экстрадиции, был со мной на связи. И они сказали, что они сделают всё, чтобы Наама была освобождена и вернулась домой. Памятник, это очень хорошо. Это останется надолго. Надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так как это сделали вы сегодня. Спасибо. Вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила, наличие у неё запрещенных наркотических средств. Хочу отметить в этом также и роль иерусалимского патриарха, который мне привёз письмо от мамы. И вы знаете, что указ на её помилование подписан. Она, слава богу, для неё это очень хорошо не пересекало даже границу Российской Федерации. Всё это было найдено у неё в багаже, при перемещении багажа из одного самого к другому. Передайте самое лучшее пожелание и ей, и её семье, и её маме. Адвокат Алексей Добрынин сообщил, что девушка улетит из России вместе с премьер-министром Нетаньяху. В апреле прошлого года Нааму из Сасхар задержали в аэропорту Шереметьево. У неё была транзитная пересадка по пути из Индии в Израиль. В багаже нашли 10 граммов гашиша. Девушка провела 7 месяцев в СИЗО. В октябре её осудили на 7,5 лет колонии. Девушка провела 7 месяцев в СИЗО.